ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главным действующим героем второго спецучастка стала каменистая катарская дорога. Второй день подряд победу на катар-кросс-кантри-рали одержал местный гонщик Насара Лития. На первой контрольной точке лучшее время показал поляк Куба Пшигонский, но это потому, что Насар пробил колесо. На финише он обогнал поляка на 3,5 минуты. Не избежал проблем с колесами и Куба, но у него проблема возникла за 50 километров до финиша. Стартовав четвертым, он обогнал Езид Аль Раджи и Тен Бринке. Третьим финишировал саудовский гонщик Езид. Ему пришлось дважды менять колеса, впрочем, как и россиянам Владимиру Васильеву Константину Жильцову. Третье колесо они пробили перед финишем, но им удалось показать четвертый результат с отрывом от Насара чуть более 11 минут. По два колеса пробили и Серсейден, и Эудженио Амос, которые финишировали на пятой и шестой позициях. У Эдженио Амоса не работал прибор Сентинель, и он не слышал сигналов, едущего сзади Владимира Васильева, поэтому достаточно долго продержал за собой россиян. Спецучасток обыкновенный катарский был, но уже сегодня достаточно длинный, 320 с чем-то километров. И стартовали мы пятыми, пробили колесо в начале спецучастка, нас обогнал Амос на баге, и мы за ним, не знаю, километров 50 ехали. Самое главное, он нас объехал, мы его догнали, он там блуданул, мы его объехали, не стали сигналить ничего. Он нам тут же начал сигналить, мы его взяли, остановились, пропустили, уперлись ему, ехали 10 километров. Начали сигналить, он нас не пропускает, и все, и так километров 50. Пока он там опять в сторону куда-то не уехал, и все, и мы уехали, больше мы его не видели. Колес много пробивали, два поменяли, и одно уже на финише еле доехали на спущенном. Ну, сегодня обычный катарский день, достаточно, потому что колеса сегодня приказали долго жить. Два колеса мы поменяли, на третьем, на спущенном, последние 20 километров, чуть сбросили специально, чтобы уже не исполнять ничего. Ну вот, а так, в принципе, был еще у нас инцидент с Амоса, непонятно, будем сейчас разбираться, что-то не работает в Сентинеле, потому что нам он посигналил, мы его слышали, мы его пустили, а мы за ним ехали там 10 или сколько, 15 километров, в упор я. Ну, не 50, конечно, но много, неважно, но много ехали. За ним сигналили ему, и близко были рядом с ним, то есть Сентинел точно должен был добить ни ответки, ни приветки, и никто не пускает. Поэтому это вопрос, сейчас мы узнаем, проверим, что и как, и тогда поймем. Сентинел, потому что 30 километров, я не обменял педали, он все время, трррррррррр! У меня есть проблемы с нами, с нами, с нами, с у вашими. Да, делай! Слушай, это не... Это не для того, чтобы... Ну, я estoy... Извините? Нет, но... Я думаю, это был самый сложный момент в моей жизни. Это было очень сложным навигацией. Ты могла потерять себя каждые 100 метров. Это было очень, очень сложным. И потом, что-то было почти неожиданно. Потому что ты должен посмотреть весь мир вокруг, чтобы найти правильный путь. И потом мы получили 2 пунктуры, которое очень редко в этом автомобиле. Потому что я никогда не получил... Может, я получил 2 пунктуры в Силкой, 10.000 километра, 0 пунктуры. Здесь, 300 километра, 2 пунктуры. Так что, я не знаю. Я просто понял, что он потратил много времени behind нас. Но, в общем, не работал сентильным. Он не работал, поэтому я спросил ему, извините, что я исполняю, но это не нашу ошибку. Это просто не работал. Итак, сегодня мы начинаем первым. И мы получили какие-то сложные навигации в начале. И потом мы получили пунктуры. Поэтому мы остановили изменения. И это было раньше Сибиря. Как всегда, очень трудно здесь, в Катаре. И, плюс, какие-то маленькие ошибки, я думаю, в Родбоке сегодня. И, по-другому, это было очень трудно. Проблемы были в последние 50 кг, потому что мы получили панктуру, но это нормально здесь, в этом ралли. Но это был хороший ритм, хороший скорость, и мы счастливы. Мы начали с позиции 4, и мы обернули Ази. Потом Тернбринке, и мы с Тернбринке были вместе 50 кг, и в этом месте мы потеряли немного времени, потому что у нас было слишком много, и мы обернули, и он обернули нас, и это было не так хорошо. Сегодня, второе специальное ралли 2019, было довольно интересным для нас. Мы начали на 3-е на улице, и очень early в рейсе, я думаю, около 40 кг, мы с Тернбринке, и вдруг он сломал, и он был в панкте, и мы пришли. Мы продолжали идти, хорошо, и Ярид был двигателем очень хорошей скоростью, и все было очень хорошо. Потом мы были нечастливы, и мы получили панктуру, и мы уничтожили немного, чтобы поменять панктуру, и Бернард приехал снова, но в первую очередь Куба приехал, так что Куба делал хорошую работу. И так что они приехали, мы их следили, потом Тернбринке обернули Куба, и... что случилось дальше? Я думаю, что тогда мы получили вторую панктуру, и мы потеряли немного времени. Потом мы могли встретить Тернбринке, и потом он получил еще одну панктуру, и мы пришли. Мы следили к Кубе, и не далеко от конца мы могли бы уничтожить Куба, и... Так что там было немного эсситмента. Мы закончили вторую машину, но третья в результате, но вторая машина на дороге, и мы третья в результате, в моменте. Промиссивая, и мы были очень уверены. Это был очень тяжелый день, но мы решили все проблемы, и мы надеемся, что сегодня будет легче для нас. Сегодня был очень тяжелый этап, красивый, быстрый, но мы получили две конца, мы потеряли несколько раз, и мы обернули две машины, и я думаю, что сегодня будет лучше, чем сегодня. Не удалось избежать проблем, и Мирославу заплетало, который финишировал седьмым. Так, вчера, в первый день, на тридцатом километре, мы ударили в камень, и сломали покрышку, было надо изменять. При этом еще сподний рычаг сломался, и один привод. Так что все, вчера было много технических запчастей, надо изменять. Сегодня я хотел ходить аккуратно, чтобы не было проблем, чтобы не было времени, чтобы не потеряли время с этими проблемами, но на километрах примерно 60 или 70 до финиша мы ударили в один камень, и сломали первую правую покрышку. Все нормально, изменяли, но сегодня три или четыре раза мы чуть-чуть потеряли дорожку, не знали куда. Так что чуть сложнее уже навигация была, чуть-чуть сложная навигация уже сегодня была, но думаю, что штурманы очень-очень хорошо работают. Но самым большим неудачником дня стал голландец Бернард Энбринке. Он пробил три колеса и во время третьего инцидента погнул рулевую тягу. Пришлось надолго остановиться и чинить машину, отстав от лидера на два часа десять минут и, скорее всего, потеряв все шансы на подиум. Ну, просто неудачный этап для Бернард на два часа. Я думаю, что он получил три колеса, и на последний колеса, что он получил, он поднимал удары, поэтому они должны остановиться и получать какие-то механические проблемы, помещать их. Они были в машине, но это было некоторое время, и это почему он пришел поздно. Я думаю, что это плохое счастье для сегодня, но мы надеемся, что сегодня будет еще один день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова